В феврале 1952 года Сталин возвращается в Москву с южных дач Сталин провел на юге 7 месяцев Его не было в Москве с августа 1951 года Последние годы у него гипертония и прогрессирующий артериосклероз Периодически возникают расстройства мозгового кровообращения Вызванные артериосклерозом мозга нарушения в психической сфере Накладываются и усиливают врожденные патологические свойства сталинской натуры В 1952 году Сталин неожиданно вспоминает о давно забытом Александре Федоровиче Керенском Главе Временного правительства в 1917 году Керенский в 1952 проживает в Соединенных Штатах По информации полученной МГБ 70-летний Керенский якобы намерен возглавить мифический антибольшевистский блок народов В связи с этим МГБ СССР получает задание организовать убийство Керенского Во время его поездки то ли в Париж, то ли в Лондон Осуществить убийство должен сотрудник бюро номер один МГБ СССР Капитан Хохлов вместе с сотрудницей бюро Ивановой Которая должна выдавать себя за тетушку Хохлова Убийство должно быть осуществлено с помощью пистолета Замаскированного под авторучку Паркер По воспоминаниям начальника бюро номер один МГБ Судоплатова Капитан Хохлов отказался от выполнения задания Сказав, что у него расшатаны нервы, дрожат руки Он может промахнуться и застрелить не того Задумали было переориентировать на выполнение задания Боевую группу князя Гагарина Которая в это время была занята поиском подходов к штаб-квартире НАТО в Фонтенбло Однако руководство МГБ в последний момент сочло Не целесообразным засвечивать группу князя Гагарина Керенского не убили Осенью 51-го Сталин совершил вояж по своим резиденциям От Сочи до Боржоми Вместе с ним начальник его охраны генерал Власик Власик вспоминает В новом Афоне товарищ Сталин пригласил меня к обеду За столом Берия и Поскребышев Товарищ Сталин попросил принести молодое вино Но вино подали переохлажденным Между тем, как по указанию вождя Его должны были хранить при температуре не ниже 13-15 градусов тепла Обслуга подала вино, не проверив температуру Это крайне возмутило товарища Сталина Генерал Власик продолжает После этого эпизода, которого я никогда в жизни не забуду Я не спал трое суток До конца обеда я просидел ни жив, ни мертв Не знаю, как выдержало сердце Думал, потеряю сознание Я переживал, потому что товарищ Сталин Все никак не мог успокоиться, все нервничал Я подумал, лучше тут же умереть, чем переживать такое мучительное испытание Вот этот эпизод генерал Власик датирует 17 ноября 51-го года Непосредственно перед этим, 9 ноября 51-го года На фоне сталинского отдыха в Грузии Выходит постановление ЦК о взяточничестве в Грузии И об антипартийной группе товарища Барамия Это начало так называемого Менгрельского дела Оно запускается как уголовное, антикоррупционное Но мгновенно превращается в политическое Упомянутый в постановлении второй секретарь ЦК Компартии Грузии Барамия Менгрел по происхождению Вместе с ним арестовано 36 человек Более 400 сняты с постов Подавляющее большинство Менгрел Они обвиняются в связях с националистической эмиграцией И западными спецслужбами Сталин с дачи на холодной речке Постоянно связывается с главой МГБ Грузии Рухадзе И новым только что назначенным первым секретарем ЦК Грузии Мгеладзе Сталин требует применить к арестованным меры физического воздействия С целью заставить их признаться в своей шпионской деятельности 16 ноября 51 года, то есть накануне того дня, когда Сталин пришел в раздражение от температуры поданного ему вина Выходит постановление ЦК ВКПБ о выселении из территории Грузинской ССР враждебных элементов В соответствии с постановлением начинается отлов и высылка В Казахстан отправлено 11200 менгрелов Берия в это время в новом Афоне вместе со Сталином Мы его не видели, но нам сообщили в школе учителя, чтобы мы на другой день с утра пришли в школу без книг А с граблями, с вениками подметать дорогу должен был приехать Берия Ну, конечно, нам, детям это было интересно Берия, Берия, все про Берию, все книги про Берию, стишки про Берию, песни Берия А кто это, Берия, нам тоже было интересно И эту дорогу даже привозили откуда-то на грузовых машинах Вырезали пластами эту траву и влаживали вдоль этой дороги, чтобы зелененькая травка была Берия приедет Берия Менгрел Село Мерхиули, где родился Берия, не так далеко от нового Афона Берии очевиден смысл Менгрельского дела, затеянного Сталином Хотя, Берия, вероятно, и не знает, что именно, сказал Сталин главе МГБ Игнатьеву А Сталин Игнатьеву сказал Ищите большого Менгрела Сталин все помнит В 49-м году на 14-м съезде Компартии Грузии Берию ставят в один ряд со Сталином При выборах ЦК Берию единогласно избирают почетным членом А при голосовании по кандидатуре Сталина много воздержавшихся По указанию Сталина начинается слежка за родственниками Берии в Грузии На квартире его матери в Тбилиси установлена прослушка С началом Менгрельского дела Сталин назначает Берию главой партийной комиссии По расследованию и направляет его в Тбилиси Берия уверенной рукой выполняет возложенные на него функции Следит за эффективностью чистки, ареста, высылки А также осуществляет закрытие менгрельских газет Намерения Сталина в отношении Берии от этого не меняются Берия третий из ближнего круга Сталина Кого он к 52-му году отбирает для устранения Первые двое Молотов и Микоян Этих двоих Сталин намечает еще в 48-м году Из личных заметок Микояна В декабре 48-го вместе с другими членами Политбюро Я приехал к Сталину на дачу Разговор велся вполне мирный и приятный Внезапно в самый разгар ужина со своего места поднимается Поскребышев Поскребышев зав особым отделом ЦК Секретарь Сталина Поскребышев встал и заявил Товарищ Сталин, пока вы отдыхали Молотов и Микоян готовили против вас заговор Микоян пишет Я выкрикнул негодяй И схватил стул, чтобы бросить в него Берия меня удержал Молотов сидел как статуя Другие тоже молчали По-видимому, это было запланировано И Поскребышев лишь выполнил поручение Сталина Сталин повел беседу на другую тему У Молотова в 48-м уже арестована и сослана жена В 52-м году для стоящих рядом со Сталином Ситуация усугубляется до предела Сталин готов начать новую чистку Он не желает оставлять свидетелей И потенциальных критиков его системы управления страной Первый в ряду этих свидетелей Берия Обладатель исключительной информации во всех областях Как внутренней, так и внешней политики В силу возрастной разницы Берии, Молотова, Маленкова С ним, Сталином Они переживут его И значит их надо ликвидировать сейчас Действия всей верхушки непредсказуемы Если он, Сталин, начнет быстро дряхлеть А тут еще визит его личного врача Профессора Виноградова Этот визит состоялся в январе 52-го года Виноградов обнаруживает у Сталина Резкое ухудшение состояния здоровья И делает запись в истории болезни В необходимости строгого режима С полным уходом от всякой деятельности Сталин в бешенстве Это последний визит к нему Профессора Виноградова Собственную историю болезни Сталин приказывает уничтожить Более того, Сталин Всевластный вождь страны с атомным оружием Вообще отказывается от медицинской помощи Между тем, по воспоминаниям Константина Симонова На 19-м съезде парки в октябре 52-го года Сталин был бодр Сталин встает из-за стола президиума Обходит этот стол И бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой Нисходит и почти сбегает к кафедре Говорит спокойно, неторопливо Виртуозно, в своей манере интонирует Выверенно жестикулирует Товарищи, разрешите выразить благодарность Вот имя нашего съезда Всем братским партиям и группам Представители которых почтили наш съезд Своим присутствием Или которые прислали съезду Приветствую и обращение Выразить благодарность За братские приветствия За пожелания успеха За доверие По содержанию его речь на съезде Непримечательно и непродолжительно Примечательно другое На закрытом заседании съезда Избран новый состав ЦК ЦК расширяется Почти вдвое Члены этого последнего сталинского ЦК Суслов, Гришин, Земянин, Капитонов, Кузнецов, Потоличев, Громыко, Епишев, Устинов Переживут во власти Хрущева И составят основу брежневской власти В этом ряду сталинских выдвиженцев Несколько особняком Вне идеологически стоят экономисты Косыгин и Байбаков Многолетний глава госплана Байбаков Здравствует и поныне Брежнев становится членом ЦК Также в 52-м году 16 октября 52-го года Проходит пост съездовский пленум ЦК Он продолжается часа два с небольшим Из них полтора часа Речь Сталина Вспоминает член ЦК академик Румянцев Сталин вошел в зал под бурный аплодисмент Подойдя к столу Он глухо, неприязненно, сильным акцентом сказал Чего расхлопались? Что вам тут? Сессия Верховного Совета? Или митинг в защиту мира? Сталин сказал, что обстановка в мире тяжелая Что он стар И скоро его работу придется выполнять Другим И тут Сталин заговорил о Молоте Это был шквал обвинений в капитулянстве Перед буржуазной идеологией В ослаблении партии В пособничестве сионизма Сталин не прикрыт и груб Товарищ Молотов так уважает свою супругу Товарищ Жемчужину Что не успеем мы принять решение Политбюро Под тому или иному важному вопросу Как это становится известным товарищу Жемчужину А у нее есть друзья, которым нельзя доверять Жена Молотова сослана в связи с так называемым делом Еврейского антифашистского комитета ЕАК В августе 52-го года Процесс над членами ЕАК завершен Комитет был создан Сталином В начале войны, в 41-м году Для обеспечения материальной помощи СССР Со стороны международной еврейской общественности ЕАК Во главе со знаменитым режиссером Соломоном Михоэлсом задачу выполнил После войны Еврейский комитет со своим авторитетным руководителем Приобретает правозащитный характер По указанию Сталина Михоэлса убивают в 48-м году 13 руководителей ЕАК Расстреляны 12 августа 1952 года Однако большого публичного процесса Из дела ЕАК устроить не удалось Обвиняемые не признались в шпионаже Жену Молотова Полину Жемчужину Вернут из ссылки в Москву В начале 1953-го И опять арестуют Цель выбить из нее показания против мужа И использовать их в ходе намечающегося процесса Над Молотовым Сталин продолжает выступление на пленуме Теперь о товарище Микояне Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога на крестьян А ведь мужик наш должник Мы же отдали крестьянам землю Вот мужики и должны возвращать долг государству Что тут Микояну неясно Кто он, наш Анастас Микоян Молотов и Микоян выходят на трибуну и оправдываются Константин Симонов, присутствовавший на пленуме Как кандидат в члены ЦК Напишет Молотов и Микоян выступали А мне казалось, что это не люди А белые маски Очень похожие на лица И в то же время совершенно не похожие Уже не живые Симонов пишет Сталин целенаправленно бил по своим многолетним соратникам Сталин бил, вышибая из строя своих возможных преемников И хотел это дать понять всем, кто собрался на пленум Сталин опять выходит на трибуну и неожиданно произносит Я прошу освободить меня от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС Я уже стар, бумаг не читаю Изберите себе другого секретаря Сталин произносит эти слова, глядя в зал За спиной у Сталина сидит политбюро Маленков, ведущий заседания пленума, стоит Симонов вспоминает Лицо Маленкова, стоящего за спиной Сталина Его жесты, его выразительно воздетые руки Были прямой мольбой ко всем присутствующим Немедленно отказать Сталину в его просьбе Маленков, делавший отчетный доклад на съезде, ведший большинство заседаний ЦК Именно Маленков был кандидатурой на пост генерального секретаря На пост товарища Сталина, который тот якобы хотел оставить из-за старости и усталости Маленков мгновенно понял, что Сталин вовсе не собирается отказываться от поста генсека Что это проба, прощупывание Если бы Сталин только почувствовал, что в зале есть люди, готовые поддержать его просьбу Первым ответил бы за это Маленков И ответил бы головой Сперва из президиума раздалось Нет, просим остаться Потом загудел весь зал Нельзя, просим остаться Сталин долго стоял Всматривался в зал Потом махнул рукой и сел Имя Берии На октябрьском пленуме ЦК Сталин не произнес Берия в это время курирует проект по созданию водородной бомбы О завершении работ над советской водородной бомбой Сталину доложат в начале 1953 года В конце 1952 бомбы еще нет Именно поэтому сталинская решающая игра против Берии отложена во времени Сталин боится заговора и переворота Нащупывает, метит возможных зачинщиков И блокируется от переворота Он начинает разыгрывать свою излюбленную комбинацию По устранению ближайших соратников Которую только слегка подкрашивает реалиями холодной войны Эта комбинация получит название Дело врачей Заместитель председателя Совмина И член ЦК Малышев В дневнике пишет о выступлении Сталина На расширенном заседании Президиума ЦК КПСС 1 декабря 1952 года Сталин тогда сказал Любой еврей Потенциальный агент Соединенных Штатов Среди врачей много еврей Завреев националистов В конце лета 51-го года Сталин отдыхал в Новом Афоне Микоян в Сухуми Маленков в Мюссерах Булганин в Сочи Микоян вспоминает Как-то сидели за ужином у Сталина Все означенные товарищи Шла беседа на разные темы Все шло хорошо Около 4 утра На стол подали бананы Надо сказать, Сталин очень любил бананы После войны он даже распорядился Поставлять небольшие партии бананов Для Москвы, Ленинграда и Киева Были большие трудности С доставкой небольших партий бананов Но дело наладили Так вот, тогда На даче в Новом Афоне В 4 часа утра Сталин взял банан Попробовал его И Остался недоволен его вкусом Почему так, спросил Сталин Ведь мы сколько лет получали бананы Никогда ничего подобного не было Значит, министр плохо работает Микоян стал защищать министра внешней торговли Меньшикова Сталин потребовал проверки и поиска виновных На следующий день О банановом деле уже знал Берия Через несколько дней Микоян снова приехал к Сталину Сталин сразу заговорил о бананах Потребовал снять министра внешней торговли Меньшикова И поставить на его место его заместителя Кумыкина Когда Микоян в Москве вызвал Кумыкина И сообщил о назначении Тот изменился в лице Потом заплакал Не губите меня, я не хочу быть министром Помогите мне избавиться от этого назначения Новых назначений, повышения Многие, трезво оценивающие обстановку Боятся как приговор Но делать нечего Бывшего министра внешней торговли Меньшикова Микояну удалось отправить начальником таможни на Амур После смерти Сталина он станет послом в Индии Потом в Штатах Осенью 51-го к Сталину на дачу в Новый Афон Приезжает министр здравоохранения Смирнов Он вспоминает Мы гуляли по саду, разговаривали Сталин показывал на деревьях, где росли лимоны и апельсины И вдруг без всякого перехода спросил Товарищ Смирнов, а вы не знаете, какой врач лечил Димитрова и Жданова? Знаю, отвечает министр Смирнов и называет фамилию профессора Когана Странно, говорит Сталин Один врач лечил И оба умерли Профессор Коган действительно был лечащим врачом секретаря ЦК Жданова Последний месяц перед смертью Жданов провел по настоятельной рекомендации Сталина В санатории на Валдае Там его консультирует группа врачей, включая начальника Кремлевского лечебно-санитарного управления Егорова Профессора Виноградова и профессора Эттингера Тогда, на Валдае, в августе 48-го года Группа врачей, кремлевских консультантов Разошлась в постановке диагноза с врачом Лидией Тимошук Заведующей кабинетом электрокардиографии Кремлевской больницы Тимошук делала кардиограмму Жданову Расхождение во мнениях с командой врачей Подвигло Тимошук к немедленному написанию письма Начальнику главного управления охраны МГБ СССР Власику Генерал Власик переправил письмо Тимошук министру госбезопасности Абакумову Абакумов в тот же день переправил письмо Тимошук со своей сопроводительной запиской Сталину Сталин прочитал и написал в архив Тимошук понизили вдохность Врачи продолжили работу Прошло 4 года Мысль о раскрутке дела врачей посещает Сталина не в 52-м году Словосочетание «дело врачей» или «процесс врачей» Скорее всего, привлекло его внимание во время Нюрнбергского процесса Тогда, в 46-м, в рамках Международного трибунала над нацистскими преступниками Рассматривалось дело нацистских врачей-убийц Сталин фиксирует это и оставляет в памяти В 48-м, в этот же архив сталинской памяти, отправляется письмо врача и внештатной сотрудницы МГБ Тимошук по поводу лечения Жданова В августе 52-го Сталин извлекает это письмо Начинаются беседы с Тимошук в следственной части по особо важным делам Министерства госбезопасности Еще в июле 52-го года она трудится в комиссии по расследованию обстоятельств смерти секретаря ЦК и МГК Щербакова Умершего семью годами раньше В феврале 52-го арестован бывший зам директора правительственного санатория Барвиха, доктор Рыжиков Его обвиняют в террористических связях с лечащим врачом Щербакова, профессором Эттингером Профессор Эттингер к этому времени уже год как умер После пыток в холодильной камере, изобретенной лично главой МГБ Абакумова Абакумов уже также арестован Невзирая на то, что он, будучи главой МГБ, лично организовывал убийство Михоэлса и процесс над ЕАК Его обвиняют в сионистском заговоре Абакумову в 52-м году также инкриминируется сокрытие письма врача Лидии Тимошук Несмотря на то, что именно на абакумовской записке Сталину стоит сталинская резолюция в архив Лидия Тимошук, о которой вспомнили в 52-м Принимают участие в исследовании сердца секретаря ЦК Щербакова, умершего в 45-м году Дело в том, что по кремлевским порядкам внутренние органы всех умерших членов руководства страны В течение 7 лет сохранялись в емкостях с раствором формальдегида В 52-м году комиссии, а точнее две комиссии исследуют сердце Щербакова и приходят к единому мнению Лечение товарища Щербакова можно характеризовать как криминальное В сентябре арестовывают первую партию кремлевских врачей В середине октября арестован начальник кремлевской больницы Егоров За две недели до него арестовывают его жену В ноябре 52-го очередь доходит до профессоров Виноградова, вовсе Василенко, Когана В декабре за ними следуют профессора Фельдман, Тёмкин, Гринштейн Уже 4 декабря 52-го года выходит постановление ЦК КПСС о вредительстве в лечебном деле В постановлении указывается Документальными данными и признаниями арестованных установлено, что вражеская группа из врачей и еврейских националистов была связана с английским и американским посольствами, действовала по указке американской и английской разведки и готовилась к осуществлению террористических актов против руководителей партии и правительства Преступники признались, что им удалось умертвить Жданова и Щербакова В постановлении подчеркивается, что вражескую группу можно было бы обезглавить если бы вовремя внимание было обращено на заявление товарища Тимошук 13 января 53-го года в «Правде» публикуется сообщение ТАСС об аресте группы врачей-вредителей а также статья под заголовком «Подлые шпионы и убийцы под маской профессионалов врачей» Целый мир может теперь видеть истинное лицо каннибалов, подручных США и Англии В статье подчеркивается, что Соединенные Штаты Америки разослали шпионов по всему тылу СССР То есть речь идет не только о кремлевских врачах Это массовое повсеместное явление Поэтому, говорится в статье, наши люди должны бороться с благодушием и самуспокойностью Ротозеев у нас еще немало Именно это ротозейство наших людей и составляет питательную почву для злодейского вредительства Вот это слово, ротозейство, свидетельство личной сталинской правки Впервые Сталин произносит это полюбившееся ему словцо Ротозейство на президиуме ЦК КПСС 1 декабря 1952 года Когда он говорит о атмосфере, в которой легко работается американская разведка 20 января Лидию Тимошук принимает в Кремле секретарь ЦК Маленков Который от имени Сталина и советского правительства благодарит ее за бдительность 21 января в газетах публикуется указ о награждении Лидии Тимошук орденом Ленина За помощь в деле разоблачения врачей-убийц В газетах ее называют великой дочерью русского народа Ее сравнивают с Жанной Дарк Еще 13 января с очередной статьей вышла газета «Звезда» «Звезда» уточняет, что речь идет о заговоре еврейских врачей И опять об американо-английском шпионаже И опять беспечность, ротозейство и болтовня, плацдармы для врагов В любых условиях, где советский человек работает Он должен выполнять требования партии быть осторожным Начинается массовый психоз Каждый врач рассматривается как потенциальный убийца Люди повсеместно отказываются от лекарств На меня накатило состояние какого-то безысходного мрака Черная Москва, Пресня Черный снег, сугробы огромные Нечистые, давящие Чернота зимняя, московская Она овеществляла это состояние И вот ощущение какого-то обрушения нормального хода жизни Меня как раз застало на деле врачей И это было до самой смерти Сталина Во всех учреждениях проходят митинги с требованием казни преступников Многие участники митингов предлагают себя в палачи Предлагают себя в этом качестве и представители медицинской профессии Врачи и даже профессора Ну, если уж на то пошло, то в это же время, в начале 1953 года Я по крайней мере раз десять слышал в разных местах Где-то до меня доносились разговоры Слышал вот последнюю шутку там или последний анекдот Что очень много плохого Гитлер сделал во время войны Но самое плохое, что он сделал, что не всех евреев уничтожил Вот это люди говорили совершенно открыто и везде, понимаете? Сын замученного профессора Эттингера, историк Яков Эттингер Впоследствии беседовал с бывшим министром вооруженных сил Булганиным По сведениям Булганина, процесс над врачами Намечался на 12-15 марта 1953 года Осужденных планировали публично повесить На центральных площадях в крупнейших городах страны Что должно было напомнить знаменитую картину Сурикова Утро стрелецкой казни Разнарядка по городам уже имелась Публичную казнь на центральных площадях Должны были наблюдать жители Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Свердловска При этом в атмосфере массовой истерии и массовой готовности к погромам Сталин для себя изыскивает способ войти в историю В качестве избавителя евреев от стихийной мести Появляется идея депортации евреев Депортация должна быть представлена как акт гуманизма Спасение от внесудебной народной расправы Министр вооруженных сил Булганин подтверждает факт подготовки Массовой депортации евреев в Сибирь и на Дальний Восток На Востоке отстраиваются свежие концлагеря При депортации планируется крушение железнодорожных составов И так называемые стихийные нападения на поезда Хрущев вспоминает о разговоре со Сталином на эту тему Сталин, по словам Хрущева, говорил, что до места назначения Должна доехать только половина депортированных Вообще человеколюбие, как и миролюбие, не в моде в это время Они не поощряются, более того, они караются Жесткой критике подвергнут детский журнал «Дружные ребята» За публикацию стихотворения Вероники Тушновой «Голубь мира» Простое доброе стихотворение названо порочным за недопустимый сентиментализм 1 января 1953 года газета «Марийская правда» Публикует рассказ «Вахта мира» Тракторист Вася все время думал о том, как хорошо было бы приделать К тракторам железных голубей Стояли бы в строгом ряду готовые к работе тракторы С большими сверкающими на радиаторах голубями Рассказ подвергнут критике, так как воспитывает читателя в пацифистском духе В январе-феврале 1953-го выкристаллизовывается суть всей сталинской комбинации с делом врачей Следователи выбивают показания о связях арестованных врачей с Молотовым и Микояном Картина должна быть стройной Главный враг – Соединенные Штаты Их агенты – профессора евреи, которым покровительствуют лица из высшего руководства страны Плюс пятая колонна из евреев-врачей по всей стране и вообще всех евреев, как готовых агентов влияния США То есть дело врачей, помимо антисемитской составляющей, ведет к полному и окончательному устранению всего старого сталинского окружения Это укладывалось в сталинскую логику борьбы с западным влиянием, имеющий и межнародный аспект, и внутренний Он просто хотел, я думаю, на этом деле устроить, во-первых, убрать своих прежних партнеров Молотова, это известно теперь, и других, и Маленкова, и Берия Это во многом повторяет сталинскую схему образца 1937 года И тогда были обвиненные в шпионаже лица из высшего руководства И тогда были врачи, которым инкриминировалось умерщвление Куйбышева, Горького и сына Горького Старая закваска разбавлена теперь антисемитизмом, почерпнутым в фашистской Германии И все это пропитано риторикой холодной войны Главное же в этом обещанное в финале действие, расправа О том, что она будет публичной, слухи уже ползли В отсутствие массовых развлечений, телевидения еще нет, да при нищей жизни Вдруг ожидается даровое зрелище И тут, на пике предвкушения и истерии, Сталин умирает Даже после того, как Берия в апреле 1953-го официально прекратит дело врачей И о невиновности врачей будет сообщено в правде, страсти не улягутся Сообщение в правде вызывает шквал писем в редакцию газеты Письма объединяются в сводки и с грифом «секретно» подаются в ЦК Большинство писем анонимно Врачи-вредители возмутили своими действиями весь советский народ И каждый честный человек проникся к ним ненавистью И вдруг сегодня прочли, что все эти обвинения ложные Это сообщение вызвало чувство пощечины, полученной незаслуженно и неожиданно Не успели утром выйти на кухню, как все сразу заговорили об этом И все возмущаются Целый день всюду возмущаются Как можно сеять такие сомнения в народе? Кому после этого верить? Еще анонимка из Москвы Нельзя так по-хамски рвать известную политическую настроенность в умах наших граждан Многие к этому отнеслись очень настороженно и недоверчиво Потому что объявили о невинности врачей Я помню заведующий спецхран у нас, старый большевик Тоже, кстати, еврей, Резникова фамилия, как сейчас помню Он собрал, я уже был в аспирантуре, имел право в дозвольство в спецхран Он собрал нас, сказал, вы знаете, ребята, на самом деле Они таки были враги и убийцы Но по политическим соображениям нужно сейчас вот так Понимаете? Вот Некий Москаленко из Москвы Мы, простые люди, просто удивлены Нет твердой сталинской руки Правительственное сообщение о невиновности врачей Просто дезориентирует простой народ И вызывает неуверенность и нервозность Анонимка из Москвы Неужели эти несчастные профессора, если они оказались невредителями Стоят того, чтобы взволновать так умы наших рабочих? А есть письма совсем новые по духу, еще недавно немыслимые От лица группы рабочих коммунистов выражаем полное недоверие редакции «Правда» В течение двух-трех лет газета вела погромную антисемитскую кампанию Смакуя еврейские имена и доказывая, как фашистский листок, что евреев надо бить А теперь печатает передовицы о дружбе народов Вы же проститутки и звери, уйдите, фашистам не место в правде И еще одно письмо Как могло случиться, что в Москве в МГБ орудовали заплечных дел мастера? Как в центре столицы мог существовать застенок фашистского типа? Как часто приходится видеть боровоподобных генералов и полковников МГБ Надменных с видом точно они соль земли Поставленные в исключительные условия, получающие не по заслугам тысячные зарплаты и пенсии Машины, путевки, квартиры Нужен контроль над МГБ Нужна немедленная проверка прежних дел, ссылок, осуждений И в конце письма приписка Подписываться хотят все собравшиеся, но многие еще боятся Те, кто составлял руководство страны, распрощались со Сталином до момента его физической смерти Прежде всего, Берия В 1953 году Лаврентию Берии 54 года Сталинская нацеленность на его, Берии, рекредацию для него очевидна Он слишком опытен, чтобы не отдавать себе в этом отчет И он не намерен умирать, он намерен жить Он участвовал, руководил и осуществлял репрессии И в Грузии, и в стране в целом Он знает механизм репрессии И трудно заподозрить, что с этим знанием он пойдет в 1953 году на заклание А значит, Берия может, готов пойти на попытку переворота Это его единственный шанс И не позже начала процесса по делу врачей Времени на сколачивание сторонников у Берии немного, месяца полтора Но последующий опыт заговора Хрущева против самого Берии Показывает, что этого времени вполне достаточно Долгие годы в дружеских отношениях с Берией Микоян Микоян на пленуме 1952 года уже получил черную метку Он может ждать ареста в любой момент Есть еще одно обстоятельство Микоян в силу занимаемых должностей Имеет представление о советской экономике Прежде всего, о катастрофическом положении с обеспечением продовольствия Берия зампред Совмина И лицо, обладающее эксклюзивной реальной экономической информацией По линии НКВД МГБ Многолетний хозяин ГУЛАГа Берия в курсе того, что советская лагерная экономическая система Не в состоянии конкурировать с западной экономикой Периода научно-технического рывка Берия также в курсе протестных настроений по стране Из повседневной почты газеты «Социалистическое земледелие» От апреля 1952 года От колхозников Кикнурского района Кировской области Смирнова, Деменцева, Овчинникова В колхозе сеять нечего, семян нет А из рабочей силы остались одни старики А молодые разбежались кто куда Скот кормить нечем и он гибнет Мы дожили до того, что дальше жить невозможно Придется нам, наверное, бежать Неужели нам обращаться в Америку? Берию, несомненно, трудно заподозрить В том, что называется государственнической позицией Но прагматически, в личных целях Он способен использовать глубочайший развал в экономике Как козырь в решающей игре против Сталина Микоян в этом может оказать ему поддержку В 1952 году вышла работа Сталина Экономические проблемы социализма в СССР У меня в руках ее подарочное издание Тираж 100 тысяч экземпляров Микоян в воспоминаниях напишет Сталин в этой работе утверждал, что Товарно-денежные отношения изжили себя Им на смену должен прийти прямой продуктообмен Между городом и деревней Это был невероятно левацкий загиб Сталин, видимо, всерьез планировал осуществить построение коммунизма в нашей стране Еще при своей жизни Сталинская новая экономическая идея Грозит полным хаосом в стране Дальнейшее насилие над экономикой Становится опасным А значит, нецелесообразным С Микояном, с Маленковым Экономические проблемы Берия вполне мог Обязан был обсуждать Действия Берии после смерти Сталина Это подтверждают И Микоян будет осторожно поддерживать Берию Даже в момент, когда Берию будут арестовывать Что касается Молотова То он был главным объектом гнева Сталина в 52-м на плену До смерти Сталина между Молотовым и Берией Никакой конфронтации нет К аресту жены Молотова Берия отношения не имеет Молотов ценит Берию Прежде всего, за энергичность Сын Берии, Серго Берия, говорит Георгий Константинович Жуков Я сам слышал разговор в нашем доме Предлагал отцу устроить военный переворот С Маленковым у Берии давний тандем Укрепившийся в период усиления Ленинградской группировки Впоследствии расстрелянной Общеизвестно, что в 53-м году Маленков второй человек в партии После Сталина На Маленкова Берия делает основную ставку Ворошилов с пленума 52-го года Также ходит с клеймом английского шпиона Хрущев Берия недооценивает И в этом Берия, кстати, не оригинален То, что Хрущев, потенциальный номер один Не усматривает в начале 53-го года никто Хрущев вспоминает В последний год жизни Сталина Берия все резче и резче проявлял В узком кругу неуважение к Сталину Он вел эти разговоры и в моем присутствии Признаюсь, меня это несколько и обижало И настораживало Оскорбительные выпады против Сталина Со стороны Берии я рассматривал Как провокацию С тем, чтобы потом выдать меня Сталину Как врага народа Я слушал, уши не затыкал Но никогда не ввязывался В эти разговоры Несмотря на это, Берия продолжал В том же духе Хрущев, безусловно, вправе был Подозревать Берию в провокации Хрущев пишет Берия на это был мастер Он был на все способен На все гнусное Но Хрущев в круг потенциальных Сталинских жертв не входил Хрущев пишет Сталин ко мне хорошо относился Доверял мне и ценил Все остальные главные фигуры Сталинского окружения Ничего подобного о себе В начале 1953 года сказать уже не могут В 1952 избран расширенный состав ЦК Но это новые люди Лично Сталином не обкатанные Они готовы занять места В руководстве страной Но эти места должны быть освобождены Для них Сталином А Сталин дряхлеет Вспоминает в то время Начальник бюро номер один МГБ СССР Судоплатов Это был конец февраля 1953 года Мы едем в инстанцию То есть к Сталину То, что я увидел, меня поразило Я увидел старика Сталин очень изменился Хотя он всегда говорил медленно Теперь он произносил слова через силу Паузы между словами стали длиннее Видимо, слухи о двух инсультах были верны В этом состоянии Сталин обсуждает Ничто иное, как подготовку к убийству Руководителя Югославии Иосипа Бростита Не умри, Сталин В отведенной ему истории срок Берия пошел бы на переворот И дело не только в наличии сторонников Берия единственный в стране Кто располагает возможностями Атомного шантажа во внутренней политике Берия больше, чем просто сталинский наместник В атомном и водородном проектах Со всеми их военными и людскими ресурсами В этой сфере Берия успешно конкурирует С самим Сталином Андрей Дмитриевич Сахаров рассказывал Как его старший коллега Академик Зельдович говорил Наш Лаврентий Палыч В июне 1953-го Перед самым своим арестом Берия пойдет на шантаж С помощью водородной бумы Но это будет уже без Сталина В марте 1953-го Сталин обыграл Берию Сталин не дал ему пойти на переворот Сталин умер Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»